Противоположности притягиваются. Таков девиз сегодняшнего выпуска программы «Следуй за нами». Света The Extreme, она отправится заниматься вейкбордингом, а вот Катю наоборот унесет в спокойное речное путешествие. Сноубординг. Могу? Ну, за исключением того, что на тебе нет шлема и спасательного жилета, ты, в принципе, готова. Ну, как тебе сказать, наверное, шорты джинсовые придется снять. Безусловно. Ну что, «Следуй за нами» на вейкборде. Вейкбординг – это относительно молодой вид экстремального спорта, который вырос из водных лыж и серфинга. Суть его в скольжении по воде на специальной доске, вейкборде или просто вейке, с выполнением всевозможных трюков. В движении спортсмен с доской приводится с помощью катера или специальной буксировочной установки, которую часто называют лебедкой. Катание на лебедке именуется кабельным вейкбордингом. Такой вариант значительно доступнее катания за катером, и поэтому в последние годы набрал большую популярность. Ты сидишь в воде, уровень воды у тебя, ну, где-то вот тут вот, корпус твой держит, жилет, доска у тебя тоже не тонет, и передний край доски у тебя над поверхностью воды. Коленки ты тянешь к себе, руки держишь прямыми. Начинается тяга, то есть лебедка тебя начинает тянуть, ты потихонечку встаешь на доску, где-то вот в таком вот положении. На этом обучение не закончилось. В воде мне необходимо выполнить базовые элементы, без которых не получится освоить вейкбординг. Все? Теперь смотри. Холодная-холодная. Поверни доску на меня. Гриби руками, да, чтобы развернуться. Вот такое движение тебе может пригодиться там, потому что еще раз, мы стартуем все время скользящей поверхностью доски в сторону, куда поедем. То есть, если бы ты ехала на меня сейчас, вот твое положение. Теперь смотри, на живот попытайся развернуться. Перевернуться на живот. Плюх. Хорошо, отлично. И теперь обратно на спину. Ай, ноги, блин. Хорошо. Вот смотри, если вдруг ты упала куда-то далеко от фала, ты переворачиваешься на живот, доплываешь до него, и потом обратно переворачиваешься на спину, чтобы стартануть. Ты понял. Вода – великая стихия, которая так многих притягивает у нас сегодня. Особенная передача, мы снимаем ее на воде. Но если Света будет сегодня испытывать настоящий экстрим, то я буду отдыхать и наслаждаться речным бризом. Тула значительно преобразилась за последние годы. У нас теперь своя красивая набережная. Город наш не судоходный, поэтому даже короткая поездка на речном трамвайчике уже как праздник. Вот он, наш сегодняшний водный транспорт. По традиции первым заходят пассажиры, только потом – капитан. В последней подготовке к путешествию снимаем наши крепления с остальных швартовых концов и отплываем. Прогулка бывает двух видов – часовая и получасовая. Но, скажу по собственному опыту, время пролетает незаметно. Даже одного часа показалось мало. Стоимость билета не так высока – 600 рублей за час поездки для взрослого. На стоимость билета оказывает влияние целый ряд составляющих. Топливо, специальное масло, зарплата капитана, сторожи, а также налоги. Часто люди заказывают на несколько часов, чтобы отметить день рождения, юбилей, свадьбу. Наш речной трамвайчик – это маломерное судно катамаранного типа. В его основании имеется два герметичных корпуса. Преимуществами подобного исполнения является устойчивость, недоступная лодкам похожих габаритов. Средняя скорость прогулки по УПЕ составляет около 8 км в час. Так что маршрут, вероятнее всего, будет проходить от Пролетарского моста до Микрорайона Левобережной или даже до Тулы-Чермета. Порой полчаса, проведенные на природе, наслаждение вот такой красотой дает настоящее ощущение свободы, отвлекает от ненужных мыслей. Что самое интересное, нам не пришлось выезжать далеко, за город. Или уезжать в деревню, мы находимся в самом центре Тулы. Наше судно идет согласно выбранному маршруту. За борта теплохода открываются великолепные виды. Продолжение следует... Продолжение следует... Со стороны это действительно выглядит легко. Но я же забыла главные правила. Ноги и руки должны быть прямые. Это очень круто. Это вообще тяжело. Вот особенно сначала. Второй раз я думала, что он был более-менее удачный. Но мне понравилось. Безопасность пассажиров уделяет немалое внимание. Поэтому для каждого пассажира есть спасательный жилет. Сейчас я попробую его надеть. И тут есть клапан поддува. Здесь нужно поддуть жилет. А, это свисток. Именно свисток, как мы знаем, может спасти порой жизнь. Разворачивай! Мы плыли и у нас разыгрался спор не на шутку. А для того, чтобы не уходило тепло из головы, нужно занять позу эмбриона. Ну, надо ноги сильно прижимать сюда и вот так. Вогреб, мы говорим, бочка. Бочка? Ну, это еще поза эмбриона в авиационном языке. Вот эта вот поза считается самой оптимальной. Правильно же я сказала? Нет. За кормой речного трамвая во время прогулки бьются дикие уточки. Ощущается легкий речной ветерок и шумят волны. Такая прогулка – отличный способ вырваться из города, отдохнуть от суеты и вдохнуть энергию увлекательных речных путешествий. Этот спорт доступен всем – мужчинам и женщинам, и даже детям. Дим, как вода? Нормально? Нормально вода? Нормально. Несмотря на то, что вейкбординг считается экстремальным видом спорта, опасность получить травму минимальна, так как падение на воду мягче, чем на землю, снег и тем более камни. К тому же, по правилам техники безопасности, каждому спортсмену в обязательном порядке выдается шлем и спасательный жилет. Вся экипировка легче воды, поэтому катание доступно даже тем, кто не умеет плавать. Ну, короче, если ты такой же умельц пока, как и я, то можно покататься вот на тюбинге, например. Я надеюсь, это получится лучше. Ну, что, еще? Возьмем интервью у человека, который очень давно этим занимается. Девушку зовут Прасковья. Сколько ей лет? Прасковье полтора года. Она уже очень опытная в этом деле. Прасковья, скажи, пожалуйста, как ты вообще вот к этому пришла, почему именно этот спорт? Это неправильно написали. Ладно, короче, именно вопрос. Прасковья секретов не раскрывает. Давайте попробуем спросить у кого-нибудь, кто менее опытный, но более разговорчивый. Я такого нашла, его зовут Антон. Антон, скажи, пожалуйста, для начала, как вообще вы называетесь люди, которые катаются на этом? Фанатики. Вот так все просто. Я думала, есть какой-то термин. Сколько ты занимаешься? Года полтора-два лет. Вот смотрите, за полтора, два или три года, как нам сказал Антон, можно добиться уже вот такого результата. Ну, а мне со второго круга удалось проехать. Мне кажется, ну, метр три проехала. Даже больше. Даже больше. Ну что, следуй за нами, за прекрасной погодой и активным отдыхом. Ну что, сегодня я девушка с веслом и прошу проследовать за мной в лодку. Ранее кататься на лодке мне не приходилось, поэтому все эмоции, показанные далее, будут живыми. Знаете поговорку? Женщина на корабле. Так что я бы на вашем месте не портила мне настроение. Ну вот настало и мое время. Как кто меняется первый? На крайне стоять по цене. Так, меняемся, мама. Все? Все, спокойно. Спокойно. Оказалось, не все так сложно. Ну и вот. И что-то она сама хребется. Правильно? Так я делаю эту ходу, я не пойму. Подождите, весла должны быть глубоко или не глубоко? А вон наш оператор, он снимает. Он катается на лодке. Видите? Вот так вот. Сейчас, спокойно. О! Кувшинки! Морской болезни за все время у меня не возникло, а значит, остались только положительные впечатления. Да, романтично, конечно. Время сходить на берег и подумать о других. Вкусняшку отдала, прям корочку ей вкусную. На, Узя. Какую бы прогулку на воде вы бы не выбрали для себя, удовольствие вы точно получите. Ну, типа ты много на катере плаваешь? Нет. Я? Ты что, балдела? Естественно, я в Испании, сколько бы мне снимали котировки и тому подобное. Естественно. Это не стоит в доме. Сейчас. Сними мурашки. Мурашки. На канале ТНТ! Че, че, ты ТНТ включай! Че можно сказать про романтическую прогулку? И как будто ты с кем-то катаешься. Ага, мне думала, да, покатается с кем-то. Мне уже сказали увольняться. Ну да, нет, мы не гуляли. Игрия тупая. Там, в Краме себе все выслушает. Что еще раз? Не такая тупая, как кажется. О! Угу. Андрюш, ты снимай так, чтобы никто не понял. Подумали, что греблю я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok